И всем привет, ребят! С вами Сорвайка, если записываю новый ролик. Это второй видеоролик сегодняшний с анонсами. И сегодня у нас появилась очень интересная информация, которую я бы хотел поделиться с вами и поразмышлять по этому поводу, которую показали нам в заключительном видеоблоге в этом году. Ну, заспойлерили то, что будет уже в 2024, какие нас ждут обновления. Ну и что же появится у нас в игре? Если вы ждали подобного рода видеоролик, то обязательно не забывайте поддерживать его лайком, не забывайте подписываться на этот канал, ну и, конечно же, не забывайте участвовать в ворозыгрыше на 3 миллиона кристаллов на 20 тысяч танкоинов. Для этого настройка игры в аккаунтике установите ему личный так, так, темпе. Дальше оформляйте покупку в магазине, ну и заполняйте форму, которая есть в описании. Что же касаемо нашего видеоблога, то здесь в конце появилась вот такая вот инфа с 2024 годом и прощалочкой. Давайте послушаем, ну а дальше попутно я выскажу уже свою точку зрения по поводу всего того, что нам здесь расскажут. Да, 23-й завершается, а что же там, в новом 2024-м? У меня в руках уже побывал список запланированных крупных обновлений, и могу сказать, что вас ждут новые карты с секретными комнатами. Новые ремастер-карты. Крутые скины, спецэффекты для взрывов и выстрелов, многообразие. Гранаты в большом своем масштабе, я так понимаю. Где гранат? Новый способ управления танком. Новый какой-то способ управления танком. А также вас ждет это. Когда я вот это увидел, я офигел. Новый корпус. Новый корпус. Возможно, это, кстати, корпус, который был на ремастер-картах. Вот так вот выглядит. И я так понимаю, что это не один корпус, а два корпуса, да? Два новых корпуса нас ждет в новом году. Это, я так понимаю, что будет больше похож на легкий. А вот это, это какая-то чисто турелька, которая даже двигаться не сможет по ощущениям. Да, исходя. А, нет, оно раскладывается. Это один корпус, который раскладывается, да? Да, который раскладывается и складывается. Короче, это, короче, зенитка какая-то получается. Получается какое-то зенитное орудие, которое раскладывается и складывается. Вот такие вот спойлеры показали нам. Исходя из того, что я увидел и услышал. Ну, то есть, гранаты там, новые ремастер-карты. Это, в принципе, все было читаемо. И ожидаемо. А вот новый корпус, который появится в игре, это уже что-то интересное с точки зрения механики игры. И, быть может, оно принесет что-нибудь новое. Что-нибудь жесткое в нашу игру, что поменяет баланс, поменяет интерес у игроков. Я, конечно, свой видеоролик, посвященный итогам этого года, запишу чуточку позже. Мне тоже есть, что высказать по этому поводу, как я видел вообще этот год в нашей игре. Но, что касаемо вот таких вот интересных спойлеров в виде нового корпуса, это выглядело, конечно, очень и очень неожиданно. Также у нас в видеоблоге здесь были показаны всякие лучшие моменты. Было показано также главный задрот года, который сыграл 2500 часов. Да, может быть, по этому поводу я тоже видос запишу, если у меня будет время и возможность. И сказали то, что трофеи уже набило 16 аж игроков. Из них я знаю только лишь троих, кто набил эти трофеи. Всех остальных игроков я даже, честно говоря, и не знаю. Если вы знаете, можете написать все эти ники 16 в комментариях. Мне будет даже интересно посмотреть. Ну и пишите, что вы думаете по поводу нового корпуса. Какие у вас мысли, да, от увиденного. Что вы думаете? Байт это, разводка, либо это реальный корпус, который будет уже в новом году. Ну и хотелось бы верить, что это не все обновления. Потому что, исходя из того, что там рассказали, как-то маловато для целого года. Поэтому поживем и увидим. Что у нас будет в следующем году в игре. Пишите, что вы думаете по этому корпусу. Обязательно поддержите данный видос лайком за скорость и информативность. Ну а у меня, друзья, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.